После того, как Россия присоединила к Рыму, жители Новороссии, Луганской области, Донецкой области, Харькова поверили, что Россия не оставит в беде идти. К сожалению, мы долго ждали, что Россия сделает какие-то движения навстречу, но этого не происходит. А в последние дни мы стали свидетелями того, как господин Кургелян просто нас выплевает грязью руководство Донецкой Народной Республики. От этого можно уже сделать выводы. Москва готовится сдать Новороссию, и помогать Новороссии предстоит именно нам, простым гражданам. Первый комсомол помощью, ополчению занялся больше месяца назад. 31 мая мы провели первый выездной сбор гуманитарной помощи. Более 50 человек тогда приняло участие за один день. Мы две машины отсылали, возили в кабинет те вещи, которые принесли люди. Это продукты длительного хранения, медикаменты, камуфляж, ну и многое другое, что принесли люди. После этого мы работу мобильных пунктов сбора помощи проводили каждую субботу. Десятки людей уже откликнулись. Шесть партий помощи отправлено по дороге на юго-восток Украины. Часть уже прибыла. Имеем фото и видеоотчеты, где ополченцы благодарят за оказанную поддержку. При этом я отмечу, люди не несут, в основном все-таки люди не несут какое-то старое барахло, которое ополчению не потребуется. Люди несут именно, закупают специальные продукты, закупают дорогостоящие вещи. Очень много сотовых телефонов туда отправлено, в том числе и абсолютно новых, купленных специально для ополчения. Отправлено очень много целых сапог. То есть действительно люди откликнулись, люди вкладывают свои средства для помощи. Жалко, что наше государство осталось в этом стороне. Также я еще отмечу, что люди участвуют не только принося пожертвования для юго-востока, но и открывают такие пункты у себя на квартирах. У нас есть такие пункты в Матавилихе, сейчас на Нагорном появился, где люди собирают у соседей, знакомых, на предприятиях, на своих, где работают вещи. Мы потом приезжаем, просто забираем. Ну, к примеру, отраслевую технику в Свердловском районе, там Стуксовец собрал продукты и привез их нам. Такие же пункты были открыты и в других городах Пенского края. Александровск, Кунгур, Добрянка, Ковепремятский округ, ОСА. То есть отовсюду идет помощь, потом через Пель пересылается в Ростов и далее на юго-восток Украины. Также я отмечу, что все вот эти жалобы, что трудно отправить, ну, это все чепуха, потому что есть транспортные компании, которые абсолютно бесплатно везут эту помощь. И тем самым они сами помогают юго-востоку Украины. Я призываю вас также поддержать эту акцию, участвовать. По вопросам, как организовать пункты у себя на дому, обращайтесь ко мне напрямую. Также у нас работает мобильный пункт приема помощи. Он расположен на Солдатове 16, кабинет 309. Работает каждый день с 5 до 8, и он и в эту минуту работает. Вот, поэтому перенимайте опыт, приходите, поддерживайте юго-восток не словом, а делом. Вот, и раз в митинге заявлена еще тема СТ в ордене Ленина, я отмечу, отмечу такой момент. Я вчера видел в твиттере объявление от украинцев, от бандеровцев, которые пишут, что во столько-то, во столько-то, приходите, в Краматорске будет снос памятника Ленина. Как вы знаете, Краматорск был недавно, пришлось его оставить, и, значит, в данный момент памятник Ленина там уже снесен. И вы видите, наши пермские власти из-за желания набить свой карман проводят практически то же самое абсолютно. А некоторые люди, которые должны бы защищать интересы пермяков, им в этом помогают. Спасибо за внимание.